Стороны конфликта в Йемене объявили о режиме прекращения огня. Он должен начаться в ночь на 10 апреля. Об этом сообщил специальный посланник ООН. Спустя неделю 18 апреля в Кувейте стартуют мирные переговоры по урегулированию ситуации в Йемене. «Возможно, для нас это один из последних шансов положить конец этой войне. Она становится всё более сложной. Гуманитарная ситуация также становится катастрофической. Уровень потерь среди гражданского населения. Мы не можем позволить этой войне продолжаться. Так что это действительно последний шанс». К такому решению стороны конфликта пришли после длительной консультации с признанным международным сообществом правительством, повстанцами, представителями государств региона, а также Франция и США при посредничестве ООН. Напомним, противостояние в Йемене продолжается уже больше года. С марта 2015-го коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией наносит точечные удары по позициям повстанцев. Москва пытается решить ситуацию на Донбассе силой. Также добивается снятия санкций. Об этом говорят политологи. Главные козыри России в этом – активизация военных действий на востоке Украины и дело Савченко. «Всегда существует опасность наступления весной или летом, так как сделать это позволяет погода. Но я не думаю, что это произойдёт. Думаю, Путин просто продолжит свои угрозы и запугивания». Также Россия считает своей счастливой картой ситуацию в Сирии. «Посмотрите, Россия уже ставит себе в заслугу сирийское перемирие и то, что больше нет бомбёжек и авиаударов в Сирии. То есть российские переговорщики, в частности Лавров, могут сказать международной общественности, смотрите, мы дали вам мир в Сирии, и теперь отдайте нам Украину и отмените санкции». По словам бывшего посла США в Украине Джона Хепста, Вашингтон поддерживает Киев в военных вопросах и в экономических и не намерен отказываться от этого. Не может быть речи и об отмене санкций, пока Кремль и боевики не выполнят обязательства, взятые в Минске. В Харькове на бронетанком заводе имени Малышева украинской армии передали новое вооружение. Это 16 БТР модификации 4Е и миномёты «Молот». Они изготовлены киевским заводом «Маяк». На передовой это очень важная техника, потому что это новшество нашей Укроборонно-промовской промышленности, и наша 92-я бригада уже в ожидании данной техники, когда она туда уже придёт. Обломки самолёта найдены у побережья Мазамбика с большой долей вероятности части фюзеляжа, пропавшего в 2014 году лайнера малазийских авиалиний. Об этом сообщил министр транспорта Австралии Даррен Честер. По его словам, их размер, форма, материал и цвет совпадают с теми, что были в Boeing 777 авиакомпании.